Голова и шея Это все вместе приводит к возможности человека и разговаривать, есть, пить, общаться, зрение, слух, обоняние, осязание, все вместе. Поэтому будет правильным сказать, что пожалуй пациенты с опухолями локализации головы и шеи, это самая тяжелая группа пациентов онкологии, эти пациенты не могут разговаривать, они истощены, они не могут пить, они не могут говорить, они не могут дышать. И испытывают очень сильный болевой синдром. Добавок у них сложности в общении с окружающими, потому что от них исходит очень сильный запах, который издает разлагающуюся опухоль, поэтому им даже не с кем толком бывает поговорить. Безусловно, агрессивные заболевания требуют агрессивных методов лечения, лучевая терапия относится к одним из них и, как любой агрессивный метод, приводит к различным осложнениям, которые могут иметь обратимый и необратимый характер. И делятся, в свою очередь, на ранние до 90 дней по началу лечения возникающие и поздние после 90 дней. Факторы, определяющие вероятность возникновения и степень тяжести повреждения. Ну, мы видим их достаточно много, к сожалению, существенный фактор, на который мы можем повлиять, это всего лишь объем облучаемых тканей. Поэтому радиологи здесь применяют всю мощь современных методов для того, чтобы избежать возможности облучения здоровых тканей помимо опухоли. Это достигается с помощью конформной лучевой терапии, которая позволяет с высокой точностью облучать визуализируемую опухоль. Диагностическая амортомография привлекается для визуализации самой опухолевой ткани, точной визуализации, и также пораженных лимфатических узлов. Используются при КТ-симуляции и в последующем лечении очень многочисленные фиксирующие приспособления для того, чтобы пациент не мог двигаться во время лечения и избежать попадания в зону облучения здоровых тканей. Совмещение МР и КТ при дозиметрическом планировании для наиболее точного оконтуривания патологического очага. Как мы видим, на КТ, к сожалению, он виден очень плохо. И затем очень тщательно проводится дозиметрическое планирование. К сожалению, мы видим, что объем облучаемых тканей значительно превышает объем первичной опухоли, локализующейся в правом глоточном кармане. Почему же это происходит? Потому что при оконтуривании вначале оконтуривается сама опухоль, которую мы видим при инструментальных методах, в данном случае МР-испражение. Затем добавляется отступ на микроскопические изменения, которые не видны при инструментальных методиках. И добавляется еще один отступ, в который уже закладываются возможности подвижки самого пациента, это особенности укладки. И также возможности изменения положения мобильных органов при дыхании, при перистальтике. Соответственно, объем облучаемых тканей намного больше. Помимо первичной опухоли, также облучению подвергаются шейные лимфатические узлы. Таким образом, в зону облучения попадает вся шея. И говорить о том, что если у пациента опухоль носоглотки и облучается только она, абсолютно неправильно. Ранние лучевые повреждения, я на них не буду останавливаться, поскольку в этот момент пациент находится под неусыпным наблюдением лечащих его врачей. Все вопросы решаются моментально, и лечение он получает своевременно, в правильном, нужном объеме. Я хотела бы рассмотреть поздние лучевые повреждения, которые возникают через существенный промежуток времени после проведенного лечения. Это 6 месяцев, и пик они достигают через год. И тогда пациент остается один на один со своим состоянием, толком не понимая, что же с ним происходит. К радиологу, к врачу, который наиболее полно представляет себе, что же с ним происходит, он больше уже не возвращается, поскольку все возможные дозы уже выбраны. И онкологу он не сообщает о своих переживаниях, поскольку, приходя к онкологу и спрашивают, когда его есть ли у него жалобы, он отвечает, жалоб нет. Имея в виду, что у него нет жалоб, касающихся его основного заболевания. Нет данных за рецидив. Но, поверьте, жалобы у него есть, и они абсолютно объективны. Сейчас я хочу показать причину всего этого, так сказать, взгляд изнутри. Самое часто встречающее осложнение – это 90-95% пациентов после лучевой ларингофаренгит. Мы видим небольшую опухоль, локализующуюся в левом глоточном кармане, грушевидном синусе, простите, которая подверглась облучению. По окончании лучевого лечения достигнут полный регресс первичной опухоли. И лишь через год мы видим ответ мягких тканей, гортани и гортаноглотки на проведенное лечение. Патогенез вот этого всего изменения – это лучевое повреждение микрососудистого русла. Фактически возникает ишемия ткани, то есть бактериального компонента там нет. И возникает выраженный ишемический отек, который приводит к сужению просвета гортани, смыканию грушевидных синусов и отеку мягких тканей передней поверхности шеи. У пациента возникает осиплость голоса, нарушается глотание, ему все время неудобно, больно, потому что иногда возникают эрозивные поверхности на таких поврежденных тканях. И представьте себе состояние пациента, который особенно с опухолью гортани изначальной и гортаноглотки, который получил лечение год назад, и вдруг к нему возвращается вся та самая симптоматика, собственно, с которой он и обращался для проведенного лечения. Конечно, он думает о том, что у него возник рецидив. Возникает хождение пациентов по разным врачам, потому что нет доверия ни врачам МРТ, которые говорят о том, что нет рецидива, ни врачам эндоскопии, которые также утверждают то же самое, что рецидива нет. Он же понимает, что у него происходят изменения, и он чувствует, что, в принципе, ситуация примерно такая же. Все происходит из-за того, что с ним нет достаточного общения, нет информирования пациента о том, когда наступит это состояние. Мы видим, что через два года, в принципе, ситуация никаким образом не меняется. Два года человек страдает тем, что у него осиплость голоса и затруднения при глотании. И лишь через три года после проведенного лечения происходит регресс этого отека, освобождаются грушевидные синусы, расправляется просвет гортани. Сразу же мы видим, насколько улучшается качество мое разображение, потому что пациент дышит полной грудью, и нет затруднения дыхания, нет возникающих при этом артефактов. Регресс вот этого осёка, он очень индивидуален, никак не зависит от дозы, получаемого пациентом суммарно-очуговой дозы при лечении. И у некоторых пациентов данные изменения регрессируют в течение полугода, у некоторых мы видим на протяжении 5-7 лет. Какой же путь пациента, который, опять же, повторюсь, не понимает, что же с ним происходит? Чаще всего он обращается к врачам общего профиля, лор-врачам, в обычном амбулаторном звене поликлиники. Хорошо, если врач попадётся такой дотошный, педантичный, который начнёт выяснять, что же привело пациента сюда, какие заболевания у него были в анамнезе. Но чаще всего картина настолько ясна и привычна для лор-врачей, что они сразу приступают к привычному лечению, используя весь арсенал, как правило, антибактериальных препаратов, на чай пациенту абсолютно не нужно ему лечение. В ряде случаев это лечение приносит эффект, но, к сожалению, это бывает очень редко, и чаще всего обосновано именно тем, что у пациента наступает самостоятельный регресс вот этого самого отёка, это её индивидуальная особенность. Чаще всего всё это приводит к тому, что пациент начинает испытывать разочарование и в докторе, который назначает ему лечение, поскольку ему ничего не помогает, и также уже начинает скептически относиться к своему состоянию. И говорит уже, ну, мне всё равно ничего не помогает, да, я буду жить так, да, качество жизни у меня страдает, но я с этим делать ничего не буду. После чего ларингофаренгит, он возникает даже при таких щадящих методах облучения, как брахитерапия. У пациента маленькая опухоль языка, которая подверглась локальному облучению с помощью внутриорганных метростатов, когда вводятся аппликаторы непосредственно в саму опухолевую ткань. При облучении, посмотрите, расчёт дозиметрическое планирование, очень маленькое поле облучения, тем не менее, через полгода после проведённого лечения достигнут дайрогресс первичной опухоли, и при этом это трассы от удалённых эндостатов, и визуализируется послучевой отёк, который тем не менее, несмотря на то, что гортаник был далеко от зоны облучения, всё равно он возникает, и возникает минимальный послучевой виларингит, и также возникает отёк мягких тканей гортана глотки. Послучевые пансинуситы. Тоже очень частое состояние, когда у пациентов подвергается облучение область носа и рота глотки. У данного пациента опухоль локализуется в области заднего свода носоглотки, возникает компрессия глоточного отдела слуховой трубы, и, как следствие, обтурационный антрацеллюлит. Помимо отёка слизистой оболочки левого сцевидного отростка, все остальные придаточные пазухи носа пневматизированы, слизистая оболочка без признаков отёка. Что же происходит через год после проведённого лечения? Да, добились хорошего результата, полный регресс первичной опухоли. Тем не менее, какой массивный отёк возникает слизистой оболочкой придаточных пазух носа, буквально пазухи все заполнены вот этой рыхлой, утолщенной слизистой оболочкой, и также появляется выпад. Путь пациента всё то же самое, аналогично, он не может дышать, обычные сосудослуживающие препараты помогают крайне плохо, и жизнь заложенным носом, конечно, не очень благоприятное течение для пациента. После лучевая денервация, нервозгипоглоз, очень своеобразная ситуация, встречается при облучении опухолей, локализующихся в мягких тканях дна полости рта, в основном преимущественно в передних его отделах. У данного пациента опухоль локализуется в проекции подъязычного сосочка, мы видим обтурацию вводного протока слюной железы, и обратите внимание на язык, он абсолютно симметричный, характеризуется характерным для мышечной ткани низким МР-сигналом, и что же происходит через год после проведенного лечения. Добились полного регресса первичной опухоли, появляется после лучевой отек жировой клетчатки ретрофарингеального пространства, и возникает вот как раз вот это состояние, когда повреждается язычный нерв. Язык становится асимметричным, и повышается МР-сигнал от пораженных его отделов за счет жировой дегенерации, не работающей больше мышцы. Из-за этого он характеризуется повышенным МР-сигналом на Т2-озвешенных изображениях. Возникает гемиоглосоплегия, очень неприятное состояние, девиация языка в сторону паралича, дизартрия, дисфагия. Пациент испытывает сложности при общении, также при принятии пищи. И первый доктор, к которому он попадает, это невролог, потому что считается, что да, здесь донервация, но центрального генеза. Он получает очень много ненужных обследований, центральной нервной системы и различные лечения, которые, собственно, ему особенно не помогают, потому что данная ситуация чаще всего необратима. Сиала-аденит. Поднижнечелюстные слюные железы наиболее чувствительны к лучевой терапии, к лучевому воздействию. У данного пациента опухоль локализуется в правых отделах ротоглотки. Вблизи находятся поднижнечелюстные слюные железы, которые неизбежно попадают в зону облучения. До лучевой терапии они характеризуются сниженным МР-сигналом. Это нормальная картина. После лучевой терапии достигнут полный регресс первичной опухоли. И слюные железы никаким образом не отреагировали на проведенное лечение. Через 6 месяцев отмечается повышение интенсивности МР-сигнала за счет возникновения постлучевого осёка. Через 1 год мы уже видим облитерацию выводного протока той слюной железы, которая находилась в максимальной зоне облучения рядом с первичным очагом. И значительное снижение функции контрлатеральной железы в виде снижения объема продуцируемой слюны. Через 2 года жировая дегенерация, получившая на максимальную дозу слюной железы. И как результат у пациента возникает ксеростомия, сопровождающаяся либо гипосиолия, сниженная продукция слюны, либо асиолия, полное ее отсутствие. Очень серьезное состояние, когда пациент испытывает постоянно сухость во рту, слизистая трескается, присоединяются микотические инфекции, бактериальные инфекции, возникают хиелиты. Он испытывает сложности при принятии пищи, вынужден постоянно запивать еду водой. И особенно страдают те люди, речь для которых является их профессией. Это педагоги, это гиды. И начинается путь этих пациентов, опять же, при незнании, при отсутствии информирования их об их проблеме по разным докторам. Это бывают и эндокринологи, которые исключают сахарный диабет, и ревматологи, которые исключают аутоиммунные заболевания, например, болезнь Шегрена. Это и неврологи, которые исключают центральный генез. Море ненужных обследований и очень много приложенного лечения, ни одной из которых фактически не помогает. Послучевая дегенерация миндалин-лимфоидного глоточного кольца возникает при облучении зоны глотки, чаще всего носа и рота глотки. У пациента метастатическое поражение шейных лимфатических узлов при опухоле невыясенной первичной локализации. Именно при этой локализации применяется наиболее агрессивное лечение, когда в зону облучения попадает фактически вся область шеи. Обратите внимание, до лечения глоточная миндалин визуализируется достаточно отчетливо. Мы хорошо видим язычную миндалину и парные нёбные миндалины. Что же происходит через два года после проведённой лучевой терапии? Да, достигнут хороший эффект, стойкая ремиссия. Тем не менее, не визуализируется лимфоидная ткань как глоточный, так и язычный миндалин. Абсолютно пустые тентилярные ниши. Пациент лишился полностью всего лимфоидного глоточного кольца Вальдейра-Пирогова. Таким образом, это первый барьер на пути к инфекциям воздухоносных путей, дыхательных путей. Поэтому, конечно, дебютируют такие инфекции уже не танделитами, не аденоидитами, а трохиитами и трохиобронхитами. После чего тиреоидит. Очень такое тяжёлое состояние, о котором вообще упоминают крайне редко. У пациента опухоль, локализующаяся в области левой голосовой складки, из-за облучения лимфоколлекторов щитовидная железа попадает в зону облучения. Она характеризуется в норме сниженным МР-сигналом. Через 6 месяцев отмечается умеренное повышение МР-сигнала за счёт отёка и через 12 месяцев начительное повышение интенсивности сигнала за счёт выраженного отёка, что может клинически проявляться либо гиполевый гипертиреозом. У некоторых пациентов везёт гораздо меньше. Например, у данного пациента по случаю тиреоидит возник после облучения опухоль языка, сопровождающегося секундарным поражением шейных лимфоузлов. Безусловно, щитовидная железа попадает в зону облучения. Через 4 года видим очень хороший эффект. У пациента стойкая ремиссия лечения было дополнено хирургическим вмешательством. Но насколько уменьшился объём щитовидной железы, она практически в 3 раза меньше. Она характеризуется неоднородным повышенным МР-сигналом, то есть аутоиммунный воспалительный процесс не всё-таки происходит на фоне нарушения трофики. И у пациента возникают все симптомы гипотириоза. Пока он дойдёт до эндокринолога, уже будет пройден долгий путь по другим врачам. И опять же, эндокринолог вряд ли свяжет облучение опухоли языка с возникшим потом затем клиническим гипотириозом. После чего хондроперихондрит. Очень грозное осложнение. Очень хорошо, что оно встречается крайне редко. Через 6 месяцев после проведённого лечения по поводу опухоли гортани у пациента выявляется выраженный отёк и деструкция левой пластины щитовидного хряща и некроз персневидного хряща. Это крайне угрожающая жизнь ситуация и может она закончится уже не хождением по врачам, а реанимацией вследствие асфиксии или летальным исходом. Пациент должен быть предупреждён о том, что такое возможно и при любом нарушении дыхания сразу же обратиться к соответствующим врачам, даже бы избежать вот такой ситуации. После чего у вас тоник роз. Возникает при локализации опухоли вблизи тонких костей лицевого черепа. У данного пациента опухоль наружного носа и при облучении достигнут хороший эффект. Полный регресс первичной опухоли. Обратите внимание, насколько хорошо прослеживается стенка верхней челюстной пазухи. После проведённого лечения на контроле через три месяца сохраняется регресс первичной опухоли и возникает нечёткость контура, визуализируемой ранее так отчётливо стенки верхней челюстной пазухи для сравнения, как это было до лечения. И через полгода возникает остеоник роз и возникает вот такой вот перфоративный дефект нёбного отростка и дна верхней челюстной пазухи. Это гораздо лучше видно на компьютерной томографии, что приводит к тому, что пища, принимая по моему пациентам, попадает и в наружный нос, внутренний нос, и в верхнюю челюстную пазуху. Здесь хорошо, что он сразу попадает в нужные руки и, в принципе, челюстно-лицевые хирурги отлично понимают идеологию данного состояния. После чего изменение костного мозга. Хорошо очень видны на МРТ, визуализируется повышение морсигнала от тех позвонков, которые попали в зону облучения. Настолько отчётливо, что даже можно провести границу поля облучения. Чем же это чревато? Через год, через два в этой зоне из-за нарушения трофики возникают множественные участки асептического некроза, которые приводят к выраженному стойкому болевому эффекту. Пациент попадает к неврологам, но в данном случае, конечно, лечение наступает, назначается правильно, в первую очередь лечится болевой синдром, но, тем не менее, иногда нету понимания самой причины этого состояния, и лечение здесь принимает такой волнообразный характер, потому что и само заболевание это постоянно то облегчаемое, то вновь нарастающие боли в шейном отделе позвоночника. И самое последнее, самое неприятное, конечно, осложнение это радиоиндуцированная опухоль. Возникает в очень отсроченном периоде, более 10 лет. У данного пациента 24 года прошло после того, как зона глотки подверглась облучению по поводу лимфопролиферативного заболевания. Опять же, в связи с неинформированностью он никаким образом не отреагировал на появляющиеся мокнущие раны в области околоушной зоны такой вот поздней стадии. Таким образом, для того, чтобы избежать вот этих ненужных хождений, не избежать растерянности пациента, полное понимание, чтобы у него было тех процессов, которые с ним происходят, следует использовать и индивидуальное общение пациентов, и школу пациентов, для того, чтобы результат вашего лечения не приводил его в отчаяние, и все было хорошо. Спасибо за внимание. Продолжение следует...